1 декабря это сам по себе необычный день но у меня такой нестандартный достаточно я еду утром сейчас 6 30 и мне нужно покормить кота заехать к маме потому что мама сейчас в отъезде и собаку вот мы взяли себе а кот он такой сложный для перемещения но и вообще к ты сложны для перемещения поэтому я заезжаю кормить там убираться пообщаться немножко и вчера вечером я не смог этого сделать потому что было сложно туда доехать были огромные пробки из-за снегопада решил перенести это на первое декабря первый день моих видео которые я снимаю каждый день прямо до нового года и назвал я этот такой небольшой проект год за 31 день пришел тебя покормить привет 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 ой ты молодец решил пять минут передохнуть отдохнуть посидеть на диванчике и поеду сейчас уже в сторону работы так как время такое утреннее около семи утра и самое время заторов пробок хорошо метели нет и сегодня у нас пятница 1 декабря отличное настроение отличный день я так считаю будет начался он отлично я заехал вот покормить кота вечером заеду еще посмотрю что он тут наделал не наделал прибраться также покормить его еще чтобы он не скучал пообщаться вот я с ним общаюсь здесь а это год за тридцать один день которые что 1 декабря что 10 июня марта неважно когда они все равно есть и относиться к ним нужно не наиболее как дополнительному времени которое вы можете посвятить себе либо съемки своего влога сидя в машине либо просто подумать а может быть песню написать 1 декабря это международный день козы день шиномонтажника а еще это день бармена вау пятница и день бармена вот скажите насколько ездить по выделенной полосе для автобусов ну это нормально я считаю что это вообще не нормально во первых там человек лезет ты хочешь повернуть например направо во двор придворовую территорию он там летит по этой полосе думает что все дозволено например когда автобусы понятно я все равно смотрю в зеркало боковое вправо дурачков таких до чтобы присмирить чтобы они ну не мчали когда автобус там все видно но схрена ли ты на своей блин мазде туда лезешь нахера вообще не понимаю ну и штраф опять же прилетит больше скорость меньше ям есть работа слесарям ну вот вообще питер интересен не в плане только айсаковского собора дворцевой площади так далее вот обычный спальный район метро ленинский проспект вот так вот это все выглядит магазин спортмастер вот такой вот снег который вот так убирают и складывают такими кучами вот столько автомобилей которые предстоят на ночной парковки кто-то уже на дневную приехал нарский универмарк хорошо дневник чтоб у них не будет не это сейчас как его все д это об а в в р Ух, какой вагон у тебя, бывает. Очень красиво. Вот так в Санкт-Петербурге продают вещи прямо у метро. Не только вещи, но и можно купить огурчики, например, какие-то закатки. Вон люди приобретают огурчики, капусту, можно заказать, дедушка принесет. А это мой обычный путь в сторону работы, который занимает в метро буквально 5 минут, если особо даже никуда и не спешусь. В общем, взял на завтрак самсу, так как сегодня не завтракал, пил только кофе. Вот такая вот огромная самса, стоит 95 рублей. Как говорится, кто не поел, тот я. Работники спешат на работу, очень сильно бегут, замерзли. Ну вот такой сегодня 1 декабря, еду обратно весь такой запаренный какой-то сегодня целый день работы много. И особо ничего днем там не снимал, потому что, если честно, не до съемок на работе. Сейчас выхожу из метро и пойду уже к машине. Сейчас снова нужно ехать к коту, чтобы его покормить и прибрать, как и планировал. Обычные вечерние. Обычные вечерние. Метро Ленинский. Опять народу не так и много. Хотя странно, где же все люди. Ну ладно. Академия. Автобус до Кингисеппа. Смотрите, Кингисеппа и Санкт-Петербург. Какие-то люди стоят. Что за очередь? Какой-то автобус стоят, явно. Ну, как всегда, велосипед в снегу привязанный. Картина зимний Санкт-Петербург. Кстати, нужно будет вот спортмастер съездить, посмотреть куртку свете. Может быть, там есть какие-то куртки. Хотя мы хотели съездить в другой спортмастер. Там есть прошлогодние коллекции. Там посмотреть что-то такое поинтересней. И выгоднее просто получается купить прошлогоднюю коллекцию, чем текущую. Но что-то нам никак не доехать все до другого спортмастера. Потихоньку в окошках уже начинают все зажигать гирлянды. Новогодние. Призывая, так сказать, Новый год быстрее прийти. Новые надежды. И так далее. Собственно, все мы этого и хотим. Скорая против движения совершенно. Но имеет право. Имеет право при звуковом сигнале и при мигалке. Она звуковой включила только на время. Что говорит о чем? Что они не правы. Звуковой сигнал должен звучать на постоянку. А за это, соответственно, можно и штраф лепить, что он ехал в противоположном направлении. И только с включенной мигалкой без сирены. Вот и все. Сирена должна звучать постоянно. Зачем так делать? Понятно, там можно... Если в человеческую жизнь там ехал, точно спасать, да? Там кого-то везет. Ну, он бы явно включил сирену и помчал. Здесь как бы он так, типа, выезжал, чтобы не объезжать. Чтобы не объезжать французский бульвар. Вот и все. Значит, там угрозы... Угрозы там в жизни человеческой нету. А это значит, что он нарушил правила. Вот и все. Вот еще одно. Ну, здесь все нормально. Он едет по выделенке. Тут ладно. Скорая, ладно, там по выделенке имеет право с автобусом перемещаться. Наверное, кстати. Я, честно говоря, не знаю. Имеет ли скорая медицинская перемещаться право по выделенной полосе общественного транспорта? Интересный, кстати, вопрос. Посмотреть в правилах, что пишут по этому поводу. Не знаю, честно говоря. Сам не знаю. Ну, а тут что? Тут затор. Тут вот тоже любители. Есть езды по выделенной полосе. Пожалуйста. Картина, конечно, не сильно меняется. Что утром были заторчики, что вечером. Ну, хотя, если честно сказать, что вечер-пятница могли бы быть затор это и побольше. Но сейчас так ничего. Такая тема вот интересная к обсуждению. Смотрите, сейчас же все заказывают на Озоне, на Валбересе. Особенно на Валбересе, когда какую-то одежду. Да, ведь все-таки Валберес, он больше по одежде. Ну, и там больше одежды явно, чем на Озоне. По ощущениям, опять же, я это по ощущениям по своим говорю. Так вот, вот вам что-то пришло в приложении, показывает, что все, готово к выдаче. И вы что, и вы как, сразу бежите? Или вы такие думаете, да ну, завтра схожу? Или вот такие сразу бежите, чтобы быстрее посмотреть? Это я вот в своем вот этом видеовлоге, который называется, еще раз напомню, год за 31 день. Это я снимаю весь декабрь, каждый день, каждый день. Это небольшой такой влог. Сразу бежите в Валберес или в Озон, чтобы забрать свою вещь? Или не сразу? Или вы выжидаете 1-2 дня, а потом идете спокойно, берете, примеряете и делаете возврат. Потому что размер вам не подошел. Я-то еду сегодня к коту снова вечером, потому что обещал ему заехать вечером. Он меня наверняка ждет, скучает. И классно, когда ты открываешь дверь, а тебя встречает такой кот с пушистой, с такой, с хвостом торчащим трубой. И мяукает, мурлычет, хочет, ждет, чтобы и хочет покушать. Ждет, когда ты ему дашь покушать вкусняшек. Хотя еды у него дофига, воды дофига. Но ему нужно дополнительно дать что-то каких-то вкусняшек, жидкого корма. И просто, да, вот такие. Есть же кошачьи и собачьи такие, ну, не конфетки. Ну, вкусняшки я их называю, вкусняшки. И вот он ждет, когда ты ему этих вкусняшек надаешь. И он довольный, мурлыча просит еще. Ну, а как же? Как же? Конечно, еще. Ну, и убраться там у него нужно в туалете. Он, наверное, что-то наделал, я думаю, за день. Сейчас посмотрю. Ну, и поеду дальше уже к дому. Если смотреть отсюда, то автосалон Lada сейчас был как бы автосалон ада. Так как букву L скрыл столб, и он был автосалон ада. Интересно, что же за адские машины продают в этом салоне. На самом деле, Lada мне совершенно нравится. Lada Vesta какая-нибудь. Lada Vesta Cross. Универсал вообще шикарный, я считаю, автомобиль. Можно на нем и что-то увезти, привезти. И удобно для семьи. И вообще я рассматривал одно время. Рассматривал Lada Vesta к покупке. Пока это не сложилась вся история. Темная улица, плохо освещенная, я считаю. Можно освещать-то и получше. Здесь снег-то убран по дороге так, по краям. Вот где машины стоят, все в снегу. Где-то там сугробы, которые приходится форсировать. Ну да, зима. Зима идеальной уборки все равно не будет. Не ждите. Не ждите идеальную уборку города. Ее все равно не уйдет. Баксик, на покушай, покушай. Вкусняшки, вкусняшки. Вот как Баксик ест вкусняшки. Ой, как любит вкусняшки. Да. Вот он. На. Вкусняшки у Баксика. Вот такие вот, да, дримисы. Дримисы. Ой, это мои вот как дримисы. Да. Ну сейчас тебе еще дам. Еще. Да, еще. Вот. Вон у тебя сколько еды. И ты не ешь, а все вкусняшки хочешь. Хочешь вкусняшки? Кушай хочешь. А вот я подъехал сейчас с другой стороны к этому автосалону Lada. И отсюда, конечно, никакого ада не видно, потому что тут стоят машинки. Бушечка. Трейдиновые. И внутри салона машинки есть. Так что все в порядке. Эх, смотрите какие уже новогодние штуки развесили. Ну по-моему в прошлом году они же и были. Ничего тут нового, конечно, у нас нету, но красиво, красиво уже. Горит. Подсветочка. Готовимся к новому году. Я также к новому году вот с помощью этого видео, да, этих видео, этого блога, влога, как хотите называйте, год за 31 день, как хотите так и называйте, я назвал так. Вот с помощью него приближаем, приближаем праздник, чтобы он был классный, веселый, задорный. Ну и смотрите, вот эти, конечно, украшения, украшения, которые над проспектом ветеранов они делают прям, прям украшают и задают тон всему проспекту ветеранов. По-моему это все-таки тряпочка вот на 32-ом. Или это снег? Снег или тряпочка? Кто за что? Как будто снег, а как будто тряпочка так случайно, либо снег так случайно, типа, прилип. Именно вся машина такая чистая, Volkswagen Polo новенький, а вот та вот на циферках как будто прилипла. Слушайте, такая интересная история, сегодня 1 декабря обнаружилось, что в магазинах с яйцом какая-то ситуация, непонятно, яйца то нет, там нет, в этом магазине нет, а в этом есть, но стоит очень дорого. Что происходит с яйцами? Кто знает, какая-то проблема, еще мне говорили с грудкой куриной и с яйцом в итоге, ну какая-то жесть, что делать-то будем? Как будем Новый год без яйца? В финале дня, финал дня и прогулка с Лорой вечерняя, пятница вечер, 1 декабря, такой насыщенный день. Многое, конечно, я вам не показывал, потому что там работа туда-сюда, ну такое вот туда-сюда движение. Так что спасибо, что смотрите мое предновогоднее приключение под названием «Год за 31 день» и участвуете в приближении праздника Новый год со всех, так сказать, сторон. И это был первый день декабря, первое декабря. ААААААААААА Спасибо большое.